Думаете по поводу спецоперации? Я считаю, что это зло, но неизбежное. Иначе, ну, наверное, нельзя было. Я считаю, в целом у России не было других вариантов. Нехорошо, а какие варианты есть? Ну, наверное, уже вынужденные меры. Ну, во-первых, я за правду, я за Россию. Всегда и остаюсь. Мы же действительно защищаем страну нашего от националистов. Либо они, либо мы. То есть, как бы, ну, мы превентим. Фашизм. Я против фашистов. Если бы не мы, то через день это была бы бомбежка уже на нашей территории. Вы считаете, по-другому нельзя было поступить? Это Америка. Мы никуда же не лезли. Тяжело так сказать, что именно я думаю. Ничего хорошего. Особенно с ценами, с нашими. Вы не поддерживаете спецоперации? Ну, я поддерживаю. Этого давно надо было сделать. Почему? Не могу ответить вот именно на это. Поддерживаете, но не знаете почему. Да. Ну, я считаю так, что это самое... Что Путин правильно поступил. Надо было еще 9 лет назад это все делать было. Одессу надо было взять и Украину полностью. Для чего? Чтобы наша... Это все наша, Россия. Мы сейчас Чернобыль уже взяли. Приднестровье, кстати, тоже. Наши Одессу и Молд... Это... Это... Кишинев. Надо все полностью брать, короче, было. Вообще вот так вот территорию полностью. Польшу. Короче, вот так, наверное, вот. Захватить тогда все полностью. В Советском Союзе было хорошо. Все у людей было. Я надеюсь, это все-таки вернется и будет. Я очень уважаю нашего президента. Слава тебе, Господи, такой появился у нас с 2000 года. И за нашу державу мне не обидно. Ситуация, которая случилась сегодня, действительно, реально подняла его рейтинг в глазах большинства россиян. Я думаю, что я гражданин Российской Федерации. Если наш руководитель принял такое решение, то мы, как законопослушные граждане, и должны, и обязаны его исполнять. А вы, если думаете по-другому, то вам нужно подумать. Скажите, как вы думаете, повлияют ли на нас санкции? Я думаю, что мы к ним приспособимся. Ну ничего проживем. Ну ничего, на хлебусы хватит. Понимаете, вот эти вот торговые отношения, они всегда были, есть и будут. Наши заводы уже выпускают эту продукцию, поэтому без Икеи однозначно их дорогих цен мы обойдемся это раз. Наши ребята за ту же зарплату будут здесь работать еще лучше. Честно сказать, Америка в сраке. Почему? У нас 43 ядерные бомбы, а у них 36 всего. Хорошо. Кратно.